Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Все в сборе. В Нью-Йорке стартовала Генассамблея ООН. О чем говорят мировые лидеры и на что надеется Украина? Кровью и кувалдами. Сколько квартир отжала банда из Кмельницкого за два года разбоя? И кто за это ответит? И выпить не с кем. Немецкие политики не хотят на банкет в честь приезда Эрдогана. В чем проблема? Месседжи, которые меняют мир. В Нью-Йорке сегодня стартовали дебаты глав государств и правительств в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. О чем уже заявил Дональд Трамп и какие встречи уже провел Петр Порошенко? Все подробности мы узнаем у его коллеги Дмитрия Анопченко. Он сейчас в штаб-квартире ООН. Следит за последними событиями. С нами на связи. Дима, здравствуй. Поясни, почему важен именно этот день? Чем он важен? Наташ, ну этот день действительно очень важен. Хотя бы потому, что именно сегодня на старте дебатов Соединенные Штаты устами Дональда Трампа должны были сообщить, как они видят мировые процессы в 2019 году, каким образом мир, по мнению Соединенных Штатов, в 2019 будет развиваться. И действительно Дональд Трамп стал сегодня главным ньюзмейкером дня, но не только из-за того, что он сказал, а из-за того, что происходило вокруг его выступления. Ну, во-первых, на свое выступление с трибуны ООН, на минуточку, американский президент опоздал. Причем опоздал очень серьезно, и причины до сих пор не ясны. И весь огромный зал ждал. Даже пришлось президента Эквадора попросить выйти без очереди выступать, вне очереди, для того, чтобы эту паузу заполнить. Ну, далее давайте поговорим о тех месседжах, которые Трамп озвучил. Он говорил, разумеется, говорил он о КНДР, говорил о том, что есть достаточно серьезный толчок для достижения мира, говорил о том, что Венесуэла и Иран, две страны, которые угрожают мировым процессам. Ну, в частности, даже Тегеран сказал, сеет смерть и разрушение. Но вот, несмотря на все эти достаточно серьезные месседжи, все-таки, в основном, речь Трампа, она больше была прагматичной, и у меня сегодня было ощущение, что это та речь, которую он мог бы сказать на каком-либо своем предвыборном митинге, а не с трибуны Генеральной Ассамблеи. Ну, вот, в частности, есть интересный момент, явно его во всех соцсетях сегодня распостят, явно просто он в Фейсбуке у всех будет. Дональд Трамп, начиная свое выступление с трибуны ООН, стал говорить о том, буквально первые его фразы, что, мол, при моей администрации Америка добилась куда больше, чем во время любого из предшественников. И в этот момент в зале, ну, а в зале только представьте, первые лица сидят, в основном президенты стран, раздается громкий смех. Ну, Трампа это не смутило, он, так сказал, ну, не ожидал такой реакции, ну, что ж, мол, смейтесь, смейтесь. Ну, а дальше прозвучали слова, от которых смеяться уже расхотелось. Дональд Трамп говорил о том, что Соединенные Штаты намерены урезать финансовую помощь, которую они выделяют другим странам. Вот, послушайте. Нам никто ничего не дает, и мы прицениваемся к международной помощи, которую выделяют Штаты. Проверим, что работает, что не работает, и есть ли у стран, которые получают нашу помощь и нашу защиту, американские интересы в сердце. И в будущем будем выделять средства только тем, кто нас уважает, попросту говоря, только друзьям. По инициативе генерального секретаря Организации Объединенных Наций начнется большое совещание. Пригласили на него глав государств. Будут говорить о миротворческих операциях. И в условиях, когда Соединенные Штаты финансирования ООН урезают, в условиях, когда считают, что многие миротворческие миссии попросту не нужны, и очень важно хотя бы миссию для Украины отстоять. И вот там будет выступать Петр Порошенко, запланированное его выступление, и будет говорить, что Организация Объединенных Наций может сделать, должна сделать, для того, чтобы все-таки миротворческая миссия для Донбасса была, чтобы она состоялась. Ну, а формировать хотя бы деньги для нее закладывать нужно уже сейчас, потому что практически сформирован бюджет ООН на следующий год. Если говорить о встречах украинского президента, то отмечу из них две. Во-первых, это встреча с президентом Словакии. Почему это важно? Эта страна в 2019-м будет председательствовать в ОБСЕ. Но для Украины действительно необходимо, чтобы инспекторы ОБСЕ активнее, серьезнее, мониторили ситуацию на линии разграничения, мониторили ситуацию на Донбассе, чтобы ОБСЕ мониторила ситуацию в Крыму. Вот об этом был разговор. И еще одна встреча, она состоялась буквально час назад. Встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Там основная тема это освобождение украинских заложников, того же Сенцова, того же Балуха, всех тех, кто стал сейчас заложниками Кремля. И Петр Порошенко достаточно подробно, детально обсуждал эту тему, обсуждал ту помощь, которую могут предоставить европейцы в давлении на Россию. Ну, вот такие главные темы, вот такие события к этой минуте. У нас только полдня прошло, а уже очень много месседжей, очень много заявлений. И все сейчас ждут заседания по миротворческим операциям. В том числе и заявления Украины. И в том числе все ждут, ну а что скажут ооновские чиновники? Все-таки в условиях урезанного бюджета будут ли они урезать и миротворческие операции, или наоборот, какие-то страны. Ну и надеемся, что в том числе и Украина эту миссию в 2019-м смогут получить. Наташа. Спасибо тебе, Дима. Дмитрий Анопченко рассказал нам о дебатах, которые стартовали в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На передовой строй раненых сегодня боевики шесть раз открывали огонь по позициям наших военных. В основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Стреляли по всей линии фронта. И в то же время в районе Авдеевки сейчас относительное затишье. С чем это связано, узнаем от Игоря Левенка. Ну там вечерние прострелы, да. А так на самом деле тишина, аж даже бывает настораживает. Это окрестности Авдеевки, передовая. Здесь все близко. Позиции врага Донецк, до центра которого считанные километры. И сейчас тут на удивление тихо. Вражеские минометы и артиллерия молчат. Разве что ночью наемники постреливают в сторону наших армейцев из пехотного оружия. Буквально после смерти Захарченко. Вот что-то у них там такое случилось, что вот все. Аж сами замешательства, не знаем, что и думать. Но ребята говорят, именно такая тишина часто коварна. Нужно быть на чеку. Свою пулю не услышишь. Она летит быстрее звука. А снайперы противника из соседней зеленки не вылезают. И время от времени оттуда раздаются одиночные выстрелы. Что это было? Бойцы заметили, на той стороне недавно появились двое стрелков. Бьют на большое расстояние из крупнокалиберных ружей. Расслабляться не дают. Солдаты уверены, это работают гости из РФ. По ходу в паре работают. Нормально, как фахевцы работают. Короче, стопера. То бишь, один смотрит, наблюдает. Второй отрабатывают. По корректировке наводчика, грубо говоря. По возможности отвечаем. Армейцы рассказывают, сейчас вроде бы перемирие. Но воспользоваться им трудно. На днях ремонтные бригады из Авдеевки пытались починить линию водопровода из Донецкой фильтровальной станции. АБСЕ запросило режим полной тишины. Но боевики сразу же его нарушили. Противник СПК, с пулемета Калашника, простреливал. Прямо над гражданскими. Да, и потом через полчаса так запустил СПГ. Там была наблюдательная миссия, здесь работала. Я просто не понимал, к чему. Они же знали, что работают гражданские. И вот они наблюдают в тепловизоры, в приборы, в свои движения наши. Вот парень здесь наблюдал, наблюдал. Как бы раз, два, три нормально. На четвертый раз посмотрел, отошел, а сюда насыпали уже. Поэтому, даже несмотря на относительную тишину, солдаты стараются без крайней необходимости из укрытия не выходить. Укрепляются и готовятся к зиме. Из Донецкой области Игорь Левинок, Дмитрий Раскольников, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Полиция задержала троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика. Об этом сообщил прокурор области Олег Жученко. У мужчин изъяли револьвер, из которого предположительно стреляли в активистов. Все трое граждане Грузии. По сообщению СМИ, один из них, Торникен Агладзе, инвалид первой группы, в отделении полиции ему стало плохо. Мужчину доставили в еврейскую больницу, где, собственно, и находился Михайлик тоже. Палату Агладзе пытались заблокировать его соратники, когда стало известно, что подозреваемого хотят вывезти в СИЗО. Спецназовцам пришлось силой выталкивать мужчину из больницы. Тем временем состояние Олега Михайлика улучшилось. Врачи разрешили ему подниматься с кровати. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил его коллега Игорь Бучков. По его словам, Михайлик до сих пор находится в реанимационном отделении. Я напомню, на него напали в субботу. Неизвестные поджидали его возле подъезда дома. И когда пострадавший появился, выстрелили и скрылись. Після скояння замаху на умысле убийства Олега Михайлика затримано троє осіб, які обгрутованно подозрюються в чиновенні цього особливо тяжкого злочину. Ми будемо звертатися до суду з запобіжним заходом тримання під вартою, причому без альтернативного до заставу. Все не просто спонтанне вчинене цього злочину. Він планувався, була підготовка, було спостережено за Олегом Михайликом. Саме тому ми можемо порвати ще діво злочину. Тяжелораненого бойця 72-й бригады врачи фактически бросили умирать в больнице Кировоградской области. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Марина Шляпина. По ее словам, медики решили ничего не делать, потому что якобы ждали, пока Андрея переведут в Кременчук. При этом, опять же, по ее словам, они даже не пытались вызвать санавиацию. Мать Андрея покупала все лекарства за свои деньги, хотя по закону ему, как участнику боевых действий, препараты должны были предоставлять бесплатно. Наши корреспонденты уже взялись за эту историю. В ближайшее время мы выясним все детали, обязательно вам расскажем все подробности. Анестезиолог вел себя неадекватно по сопоотношению ко мне. Медсестра там одна угрожала. Когда я спросила у главврача, почему Андрей находится не на постоянном кислородном питании, почему маска лежит отдельно, он не дышит, она мне сказала, что нет оснований постоянно давать ему кислород. Хотя они говорили об отечности мозга. Минсосполитики не по назначению использовала 300 миллионов долларов иностранного кредита. Деньги брали у Международного банка реконструкции и развития на программы поддержки переселенцев. Как расходовались эти средства, проверила счетная палата. И выяснилось, что оплату жилья, например, компенсировали не всем. Нардеп Каплин уже прокомментировал. Он убежден, что ситуация изменится, если переселенцы получат право голоса на выборах. Вывод один. Об переселенцев вытирают ноги. Неправильно распределяют средства. Неправильно финансируют те программы, которые должны облегчить их жизнь сегодня, когда на Востоке происходят военные действия. Переселенцы сегодня, к сожалению, лишены конституционного права голосования. За президента, за депутатов, за местные советы. И наша задача, наша ответственность перед ними вернуть это право. Будут тогда и деньги на жилищное строительство, будут тогда деньги на социальную помощь, будет тогда простая процедура получения субсидий. Не выше 120 метров и не тяжелее 20 килограммов. Если у вас есть дрон, то ознакомьтесь с новыми правилами для беспилотников. Правда, некоторые нормы остались в силе. В частности, все еще запрещены полеты над толпой и над местами плотной застройки. Я напомню, в последний раз правила использования были изменены 1 июня. Тогда ограничения по весу аппарата зафиксировали на уровне 2 килограммов, а высоту полета ограничили 50 метрами. В Хумельницком объявили о подозрении членам банды, которые два года терроризировали местных жителей. Злоумышленники похищали людей, отбирали квартиры, отбирали машины. Шести подозреваемых, в том числе и организаторов группировки, уже избрали меру пресечения. Все подробности узнаем от моих коллег. Этот дом расположен в самом центре Хмельницкого и является памятником архитектуры. Здесь живут в основном пенсионеры. Полина Горшелатова стала одной из первых, кого обманули мошенники. Забрали квартиру без грошей и документы забрал. Тех, кого обмануть было сложнее, злоумышленники стали просто выживать из собственных квартир. Методы были разные, отключение света, газа и воды. Доходило даже до полного беспредела. Неизвестные врывались в квартиры и громили все, что видели, говорят соседи. Они двум соседкам вынесли стену, вломились в квартиру, потрощили все кувалдами, отбойными молотками. Было явное запугивание и требование продать за очень пониженной ценой. Пострадавшие стали обращаться в полицию. Там начали уголовное производство. Не побоялись бандиты угрожать и следователю, который вел это дело. Они выкрадали людей, вымогали у людей грошовые гроши, а также майновые права на субъекты подприемницкой деятельности. Кроме того, сделали крадежки майна и организатор данного злочинного угруппования сделали погрозу застосования насильством работников правоохоронного органа. Когда членов группировки задержали, на их счету было более 10 преступлений. Сколотил банду местный криминальный авторитет Ярослав Сикорский. Видимо, чтобы подстраховаться, имел двойное гражданство – Украины и Румынии. Группа, эта злочинная была под керевницей 37-летнего хмельничанина, который раньше уже был судимым за скоянием майновых злочин. Этот человек подібрал в себе 7 спильников. Он сам вызначал злочины, распределял роли в этой группе. Несмотря на собранные доказательства, организатор группировки вины не признает. Какой суд доказывает? Я чувствую полностью, наверное, надо. Так хоть стойко, что там. До сих пор Ярослав Сикорский находился под круглосуточным домашним арестом. Вчера поздно вечером суд изменил меру пресечения и взял его под стражу. Помимо организатора банды, в СИЗО сейчас и пятеро его подельников. Один по-прежнему под домашним арестом. Еще двоих задержать не удалось, их объявили в розыск. Всем злоумышленникам грозит до 12 лет заключения. Андрей Кровец, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности телеканал Интер, Хмельницкий. Чиновника Украфтадора уличили в хищение более 30 миллионов гривен. Сотрудники СБУ обнаружили, что начиная с прошлого года, один из руководителей агентства помогал победить в тендерах подконтрольному ему же частному предприятию. Таким образом, компания выиграла торги на общую сумму более 30 миллионов. В СБУ отметили, что подозреваемый входил в топ-менеджмент этого предприятия, а после этого получил должность в Украфтадоре. Сотрудники газовых компаний готовятся к акциям протеста. Это вынужденный шаг на фоне текучки кадров и мизерных зарплат. Какие основные претензии и главные требования выяснили наши корреспонденты? Сотрудники Харьков-Газа едва ли не каждый день пишут заявление на увольнение. На предприятии кадровый голод. Сейчас не хватает более полутысячи специалистов. Уходят люди из-за мизерных зарплат. Говорят, работая на стратегически важном предприятии, получают гроши. Я когда только устраивался в Харьков-Газ, у меня была зарплата полторы тысячи. Тысячу шестьсот. Это было двести долларов. Сейчас у меня три двести, меньше чем сто пятьдесят. На предприятии уверяют, ситуация критическая, под угрозой отопительный сезон. Денег нет ни на горючее, ни на материалы для ликвидации аварий. Если в нефтегазе они позволяют себе, получая цену газа, выписывать премии более миллиарда на сорок человек, то у нас на две с половиной тысячи человек, которые еще пока остались, годовой фонд оплаты труда всего 200 миллионов гривен. Даже чуть меньше 200 миллионов гривен. В таком же положении все газовые компании Украины уверяют в профсоюзе Харьков-Газа. И все из-за несправедливого распределения дохода, полученного от продажи голубого топлива. Региональные компании поставщики получают чуть больше 10 процентов. Остальное забирают себе на кнафтогаз. Не надо путать с тем, что мы хотим поднятие цены за газ. Нет. Это перераспределение той стоимости, которая есть. И поймите, если одним отдают 85 процентов, а мы работаем с потребителем, то нам 12 всего лишь процентов от этой суммы. Сегодня на предприятие приехал народный депутат Юрий Бойко. То, что сейчас происходит с компаниями, лидер оппозиционного блока называет уничтожением газовой отрасли. Самое главное, что подняв 8 раз стоимость газа и назвал это реформами, забыли вообще о людях. Ради чего реформы делаются? Это надо было до такого довести, чтобы выплатить себе 518 миллионов гривен премии, имею в виду верхушку нефтегаза. А людям, от которых зависит безопасность, которые зависит качество работ, платить по 4-5 тысяч гривен. То есть такого не было никогда. Это в высшей степени цинично. Сегодня в организациях, которые обслуживают техногенно опасное оборудование, инвестиционные программы занимают копейки. 10-12 миллионов гривен на год. Это просто уничтожается инфраструктура. Народный депутат Юрий Бойко пообещал поддержать коллектив «Харьковгаза». В вопросе пересмотра тарифа на газ газовщики, в свою очередь, готовятся выходить на акции протеста. Говорят, десятки писем во все инстанции. Не дают никаких результатов. Елена Медлюк, Иван Беленко. Подробности Телекона Интер. Харьков. С 1 октября цена газа для промышленности вырастет почти на 10%. До 14,5 тысяч гривен за тысячу кубов с учетом НДС. Это решение «Нафтогаза». И напомню, общественные активисты не раз обвиняли топ-менеджмент монополиста в завышенных ценах и гигантских премиях. За отказ раскрыть имена сотрудников, которые получили бонус за участие в стокгольмском арбитраже, суд оштрафовал главу «Нафтогаза» Андрея Коболева почти на 2 тысячи гривен. При этом общая сумма наград руководству НАКО превысила 45 миллионов. Кроме этого, журналисты программы «Начи гроши» сегодня опубликовали результаты расследования о том, что руководство компании «Монополиста» вывело через подставную фирму около полумиллиарда гривен, предназначенных для закупки программного обеспечения. А пока менеджеры «Нафтогаза» презентовали новых игроков на украинском газовом рынке. Продажей топлива теперь займутся три новые компании, созданные «Нафтогазом». Какие опасности в этом видят эксперты? Об этом в нашем материале. Большой передел на газовом рынке. Отныне голубое топливо украинцам будут продавать новые компании. Свою бизнес-схему сегодня представили руководители «Нафтогаза». Так продажей газа населению теперь займется газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины». Теплокоммунэнерго станут закупать топливо у компании «Нафтогаз Тепло». А работой с коммерческими клиентами займется предприятие «Нафтогаз Трейдинг». Все эти фирмы – дочерние компании «Нафтогаза». Как заявили сегодня в руководстве компании, это поможет якобы демонополизировать рынок. Однако эксперты считают иначе. Это новая сверхманополия, которая вообще уже никем не контролируемая будет. Которая будет облагать людей дополнительным налогом в виде увеличения цен на газ. Эти цены будут бесконтрольно расти, потому что нет конкуренции вообще на рынке газа. «Нафтогаз» вообще убивает любую конкуренцию. И главная задача, чтобы зарабатывать премии для руководства «Нафтогаза» и наблюдательного совета, который находится у нас уже под контролем иностранцев. Более того, специалисты уже говорят о коллизиях в законодательстве, к которым приведет такой передел рынка. Согласно правилам «Закупать газ», каждый потребитель может лишь у одного поставщика. Да и перезаключить договора пока что будет невозможно. Закон запрещает это делать при наличии долга у потребителей. А предприятия, потребляющие газ, уже задолжали «Нафтогазу» почти 30 миллиардов гривен. А значит, контракты с новыми фирмами будут вне закона. В топ-менеджменте газового монополиста разводят руками, мол, проблема не наша. Тут мы скажем уриду, что если будет принято соответствующее регулирование, вопрос борьев можно вынести за дужки. И мы можем поставить соответствующий газ теплогонерующим компаниям, если просто будет определенный график, который будет показать, как борьбы будут погашаться. Курение этой проблемы нужно искать в неэффективности сейчас рынка газа. Неясно, и как украинцы теперь будут получать субсидии на оплату газа, долг, по которому уже и так достиг 8 миллиардов гривен. Ведь по задумке «Нафтогаза» отныне топливо будут продавать лишь по предоплате, а вносить ее за счет госбюджета нельзя. Однако главное, новые компании, по сути, станут перекупщиками. А значит, газ может подорожать, а на рынке появятся новые коррупционные схемы, утверждают эксперты. Воно породжает новую схему на рынку газа. Если мы сегодня имеем цену 7 тысяч гривен, майже, для споживачей в населенной теплогонерго, это цена, за которую «Нафтогаза» Украины поставит газ за так называемыми специальными обвязками, поставщик ПСО, а рынковая цена, соответственно, будет становиться десь приблизительно, сегодня, как минимум, 13-14 тысяч гривен. Это уже проследовается однозначная схема, что кто из промысловостей договорится, первый добежит к кабинету главы «Нафтогаза» Украины, подпишет правильный договор, то и получит хорошую цену, например. Поэтому, на самом деле, доводится констатовать, что «Нафтогаз» Украины продолжает практику монополизации рынка газа в Украине. Мы будем бачить дополнительный рост прибудков «Нафтогаза» Украины, выплаты, возможно, новых премий для управления «Нафтогаза» Украины. Новые компании уже получили лицензии, однако теперь правительство должно внести их в список так называемых поставщиков по специальным обязанностям. Без этого компании будут продавать газ украинцам по промышленной цене – 14 тысяч гривен. Когда-то произойдет, неизвестно, а до отопительного сезона осталось совсем ничего. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал «Интер». Юристы из 23 стран приехали в Харьков на международный форум. Как повысить ценность украинского диплома и как будет развиваться мировое право в ближайшее время? Об этом в нашем материале. В зале Харьковского юридического университета ведущие правоведы Украины и иностранные делегации приехали представители Евросоюза и миссии ОБСЕ. Юристы принимают участие в тренингах и мастер-классах. Среди тем корпоративное право, гендерное равенство, права человека и интеллектуальная собственность. В качестве докладчиков и экспертов – министры, представители органов юстиции и прокуратуры, судьи Верховного и Конституционного судов. Министр образования и науки говорит о проблеме трудоустройства юриста в Украине. Согласно данным службы занятости, на 91 вакансию претендуют тысячи безработных. Одна из причин, по мнению Лилии Гриневич, сомнительный уровень образования. Мы все с вами зацикавлены в справедливых, доброосвеченных судьях и всех остальных правительных профессий, потому что от этого очень часто зависит доля граждан. Артур Булгаков, выпускник Харьковского юридического университета, сейчас сам учит студентов. Мне бы хотелось, чтобы подчеркнуть не только для себя, но и для общества, чтобы общество понимало, что именно правовое государство, правовое общество – это будущее, это эволюция, которая нам просто необходима, и мы сможем жить лучше и лучше, когда все будет в рамках закона. Вслед за юристами и правоведами в Харькове соберутся участники экономического форума. Он начинается в субботу. Ожидают более 600 представителей из 35 стран. Никакая экономическая реформа не может быть проведена без юридического обрунтования и обработания. Только комплексный подход может обеспечить развитие страны. Поэтому мы делаем все для того, чтобы и Харьковская в целом, и Украина сейчас у них была возможность развития, проводить новых программ, которые реализуются в других странах мира. Сегодня порядок деньный формуется из тех нагальных вопросов, которые требуют и научных, и практики всего мира. Начиная с этого года, юридический форум станет ежегодной площадкой для обсуждения вопросов правосудия в Украине. Елена Нагорна, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Харьков. Украинские экоактивисты просят ЕС защитить лесной массив «Свидовец» в Карпатах. Там планируется строительство большого горнолыжного курорта. Чем недовольны экологи и кто готов им помочь, узнаем от Елены Абрамовича. Проект строительства нового курорта нарушает ряд международных обязательств Украины, в том числе внутренние законодательства, утверждают это экоактивисты. Но украинские суды считают иначе, поэтому общественники решили обратиться за помощью к Европарламенту и Еврокомиссии. И уверяют, что готовы жаловаться даже в Европейский суд по правам человека. Мы, в принципе, не против курортов, как таких. Но это очень-очень недовольное место. Это одно из самых влажных мест в Карпатах и вообще в Украине. В целом, там выпадает до 1500 миллиметров опадов за год. Это в три раза больше, чем, скажем, в центральной Украине. Отлично, там очень большая небезопасность. И повинные, и поводки. Согласно проекту, курорт сможет принимать одновременно до 28 тысяч туристов. Правда, для этого придется вырубить более 800 гектаров леса. Европейские экологи уверяют, что это невозможно, ведь массив-седовец всего 1800 метров высотой. А на склонах ниже 2000 метров из-за глобального потепления выпадает все меньше снега. В Швейцарии, Франции и Австрии мы уже наблюдаем проблемы на горнолыжных курортах. Нужно очень много энергоресурсов на искусственный снег. И это негативно влияет на природу вокруг. Массив-седовец уникальный нетронутый склон. Подобных почти не осталось в Европе, настаивают иностранные экологи. По их мнению, лучше развивать там экотуризм. Поэтому активисты шлют петиции к украинской власти. В марте этого года 20 европейских организаций направили совместное письмо. Однако мы так и не получили никакого ответа. На прошлой неделе Европейская климатическая сеть написала в украинское посольство Брюсселе. Всего было прислано около 5000 писем украинской власти. Хотя запросы без внимания не остались. Их переадресовали в профильные ведомства, признают активисты. Но чтобы создать больший резонанс, решили обратиться в Европарламент и Еврокомиссии. Ведь вопрос сведовецкого массива только вершина айсберга. Проблем с вырубкой лесов в Карпатах хватает. Например, согласно исследованиям британской неправительственной организации EarthSight, незаконно вывезенный лес из Украины в ЕС по объемам превышает контрабанду древесины из латиноамериканских стран Африки и Азии вместе взятых. При этом в Украине продолжает действовать запрет на экспорт леса кругляка. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Заморские сильные порывы ветра и снег. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий в Карпатах. Уже сегодня утром сразу несколько вершин там покрылись снегом. Температура опустилась до 5 градусов ниже 0, усилился и ветер до 6 метров в секунду. И это только начало, так говорят синоптики. Они планируют, что скорость ветра в ближайшее время увеличится до 20 метров в секунду. Союз журналистов против Укрпочты. По мнению представителей прессы, в результате действий монополиста рынок печатных СМИ в Украине за три года сократился почти на 30%. Якобы компания проводит слишком агрессивную тарифную политику, что способствует падению газетных продаж и очередная реформа от Укрпочты, которая повлекла массовое закрытие отделений в регионах. Журналисты и издатели обратились к правительству с требованием вмешаться в эту ситуацию. Укрпочта реализовывает агрессивную политику о доставке газет, о том, что газетная тематика. В результате, она проявляется в том, что на сегодня очень стримко срастают тарифы, нет реагирования на неакисную доставку. В результате, она обеспечивается редакцией на невиконание возможностей через каталоги доступить к аудитории. Проба диктовать свои условия всем редакциям друкованных видов, напоминает пробу регулировать этот сегмент информационной сферы, что становится большим загрозом сегодняшней ситуации. И, фактически, мы знаем, что людьми, которые плохо информированы, очень легко манипулировать. В Украине с сегодняшнего дня вводят в оборот новые 20 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Купюра отличается обновленным дизайном и высшим уровнем безопасности. Всего в этом году напечатают около 60 миллионов новых двадцаток, а вот старые банкноты из оборота не изымают. Усиленные меры безопасности, акции протеста и торжественный банкет, на который отказываются приходить гости. В Германии готовятся встречать президента Турции Реджепа Эрдогана. Он прибудет в Берлин в четверг. О настроениях и перспективах. Татьяна Лагунова. Приглашение отправили трём сотням гостей. Своё участие пока подтвердили лишь треть. СМИ разузнали, немецкие политики не особо горят желанием посещать праздничный банкет по случаю визита президента Турции Эрдогана. Приём по традиции даёт глава немецкого государства Франк Вальтерштайнмайер во дворце Бельвю. Отказались лидеры всех оппозиционных политических партий, руководители парламентских фракций и некоторые депутаты. Не сможет прийти министр иностранных дел Хай КамАЗ. У него уважительная причина. Командировка на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Не получится и у Ангелы Меркель. Слишком плотный график. С Эрдоганом канцлер встретится в другие дни его визита на официальных переговорах. Игнорировать банкет не выход. Нужно идти и открыто говорить о проблемах в Турции. Считает один из лидеров партии «Зелёные» и ярый критик политики президента Эрдогана. Джем Оздемир на приёме будет. Это необычный государственный банкет. На нём будет политик, который, к сожалению, герметизирует страну, закрывает её, отправляет за решётку невинных людей. Он должен здесь это услышать и увидеть. К визиту президента Турции готовятся и его противники, которых на банкет не приглашали. Запланированы многотысячные акции протеста в Берлине и Кёльне. Там Эрдоган примет участие в открытии центральной мечети. Настроения протестные, ожидания сдержанно оптимистичные. Официальный Берлин уже заявил, есть надежда, что визит Эрдогана поможет нормализовать отношения между Германией и Турцией. Немецкие политики планируют обсудить с гостем двусторонние отношения, соблюдение прав человека в Турции, миграционный кризис и ситуацию в Сирии. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Брюссель разозлился на британскую прессу. Возмущение вызвало передовица таблоида Дессан под заголовком «Грязные крысы ЕС. Европейские мафиози устроили засаду для Мэй». Статью сопровождала иллюстрация президента Франции и председателя Европейского совета в виде гангстеров. Дескать, они не идут на компромисс и не способствуют достижению соглашения по Брекзиту. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова уже назвала данную публикацию недопустимой. В то же время вероятность выхода Британии из ЕС без соглашения становится все более реальной. Переговоры по условиям развода зашли в тупик. Поэтому в Лондоне готовятся к самому худшему сценарию. Какому, знает Светлана Чернецкая. Глушите мотор. Через полгода небо над Европой может стать запретным для Великобритании. Если старые соглашения прекратят действовать, а новые не удастся заключить, британские авиалинии автоматически потеряют право летать в Европу. Компаниям придется заблаговременно просить отдельные разрешения. И они будут зависеть только от доброй воли европейцев. Нам надо понимать ситуацию на 6 месяцев заранее. То есть уже сейчас, сентябрь, октябрь. Иначе и нам, и другим авиалиниям придется отменять полеты. То есть британцам не останется других вариантов, как ехать отдыхать в Шотландию или на пароме в Ирландию. Лондон уже сообщил, позволит европейским авиакомпаниям продолжать полеты в Великобританию. Даже без новых соглашений. Но Брюссель не спешит отвечать взаимностью. Последствия неполюбовного развода тут же отразятся на кошельках британцев. Подорожают импортные товары, например, итальянский сыр и французское вино. Цены на них вырастут процентов на 20 из-за более высоких акцизных сборов. Брексит создает большую неопределенность и, соответственно, будет сложно принимать любые решения. А это уже проблема. Сейчас инвесторы вкладывают миллионы фунтов в фермерский бизнес. Но, не имея малейшего представления, что их ждет в будущем, они просто прекратят инвестирование. А это значит меньший урожай. Фунту прогнозируют падение, а значит, в целом жизнь в Британии станет дороже. В итоге разрыв с Европой без соглашения для Британии самый нежелательный сценарий. Но, судя по последним событиям, вполне реальный. Брюссель не идет на условия Лондона и не спешит предлагать компромисс. А Тереза Мэй продолжает настаивать. Лучше никакого соглашения, чем плохое. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Экзархи Константинопольского патриархата должны покинуть Киев. В такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви. Об этом заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. По его словам, Украинская Православная Церковь считает деятельность экзархов, назначенных Вселенским Патриархом, антиканонической. Синод Украинской Православной Церкви призвал патриарха Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ. Митрополит также отметил, что политики должны сделать все, чтобы страна и церковь жили в мире и понимании. Я напомню, на прошлой неделе появилась информация о том, что уже в первой декаде октября может решиться вопрос о предоставлении Украине Томаса. Первым вопросом было сегодняшнее обстоятельство отношений с Константинопольским патриархом. Было обращение от Синода и верующих людей к патриарху не делать поспешные вопросы, которые разделяют наше общество. Потому что ничего доброго не принесет так называемая автокефалия. И не надо смутить людей своими такими скорыми, поспешными решениями. Второе, то, что было принято решение обратиться, чтобы так называемые экзархи оставили пределы нашей страны, оставили каноническую территорию, так как они не имели права общаться с народом, с епископатами. Также мы попросили, чтобы все епископы не вступали в разговор, потому что ничему хорошему не приведет. Безотходное производство. Что шведы готовят из пищевых отходов, где можно попробовать эти блюда, и какое отношение эта кулинария имеет к защите окружающей среды. Расскажет Александра Осипова. В этом заведении шведского города Мальмё готовят необычные блюда. Выглядят они аппетитно, поэтому сразу и не скажешь, что ингредиенты буквально спасли от мусорника. Очень-очень вкусно. Я здесь уже многое попробовал. Все нравится. Такое заведение – именно то, что нам нужно сегодня. Ведь мы выбрасываем слишком много продуктов. Почему бы не использовать их? Владелец ресторана Эрик Андерсон решил бороться с избытком пищевых отходов. Оказалось, магазины избавляются от качественных товаров, даже если те имеют минимальный брак. Например, продукт в поврежденной упаковке – овощи или фрукты нетоварного вида. Кроме того, некоторые из якобы несвежих продуктов можно еще использовать. Но они все равно оказываются на свалке. Ведь это дешевле, чем давать им вторую жизнь. Возьмем, к примеру, мясо. Корову кормят, выращивают, забивают. Мясо упаковывают, отправляют в супермаркеты. А те, бывает, не продают его и выбрасывают. Я этого не понимаю. Каждый день в ресторан поставляют разные продукты. Приходится включать фантазию и готовить из того, что есть. Поэтому меню наперед не продумаешь. Сегодня нам привезли клубнику – абсолютно нормальные, неиспорченные ягоды. По данным ООН, треть всех продуктов в мире, а это более миллиарда тонн ежегодно, выбрасывают. Это не только добавляет мусора на свалках, но и означает, что ресурсы для производства еды использовали зря. Идею бороться с этой проблемой шведы поддерживают. К 2020 году в Мальмио планируют полностью перейти на органическую пищу, а выбросы от пищевой промышленности сократить на 40%. Александра Осипова, Анна Фильнь. Подробности – телеканал «Интер». Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова